Амурская служба новостей Областные новости Объединение планируется во многих регионах страны В АМГУ считают, что создание единого опорного вуза Может вывести классическое университетское образование в Преамурии на новую ступень А максимальный объем финансирования, который сможет получить опорный вуз по программе Составит 200 миллионов рублей в год Срок приема заявок заканчивается уже 18 декабря Пока АМГУ ждет ответа от возможного партнера Однако преподаватели БГПУ не слишком стремятся к объединению Ну, насколько я знаю, да, большинство преподавателей выступают против соединения Потому что как таковы БГПУ исчезнет тогда Ну, все хотят сохранить традиции, сохранить статус КО Собственно, но остаться традиционным университетом Погреченским государственным, педагогическим По словам преподавателей, объединение амурских вузов Единый опорный университет принесет преподавательскому составу проблемы Среди которых урезание финансирования и возможные сокращения Между тем, в АМГУ опасения преподавателей назвали беспочвенными По словам начальника отдела научно-исследовательских работ АМГУ Профильные кафедры и высококвалифицированные научно-педагогические работники БГПУ Составят основу педагогического кластера нового объединенного университета И продолжат свою деятельность по реализации образовательных программ Заседания у нас еще не было Сейчас у нас идет обсуждение этого вопроса В целом, по университету на сегодняшний день позиция Не участвовать в конкурсе, а посмотреть, как он будет реализовываться В других регионах Российской Федерации Позиции, что БГПУ примет участие в проекте, у коллектива нет Посмотрим, обсудим, торопиться не будем В случае, если педагогический университет все же согласится на объединение То единый вуз будет финансироваться вплоть до 2020 года Ольга Мироненко, Амурская служба новостей Амурский министр транспорта на совещании в Москве Предложил варианты удешевления пригородных перевозок Как отметил чиновник, применение понижающих коэффициентов на железнодорожные перевозки Позволит снизить количество выделяемых средств из областного бюджета Как минимум на 50 миллионов рублей Планируется, что сделать поездки бюджетнее Можно будет за счет увеличения скорости движения В зимнем городке появится специальная фигура На которую все желающие смогут клеить монеты Мэр города Благовещенска предложила не портить таким образом остальные Объектом для сбора денег станет мешок Деда Мороза Напомним, снежные фигуры начали появляться на площади Ленина только на прошлой неделе Однако с их появлением на них стали появляться и монеты Кстати, вся территория отстраиваемого зимнего городка в Благовещенске Попадет в камеры уличного видеонаблюдения Здание автовокзала в поселке Новобурейский выставят на торги Уже два года автобусы местным жителям приходится ожидать на улице Администрация района приняла решение оборудовать зал ожидания в старом здании автовокзала Помещение будут сдавать в аренду У района нет средств на его содержание Сейчас идет подготовка документов для организации торгов Кстати, ожидать автотранспорт на улице приходится и жителям других населенных пунктов Амурской области Недавно без теплого вокзала осталась станция Поздеевка в Ромнинском районе Благовещенцы пугают друг друга возможным поднятием цен на бензин в 2016 году По социальным сетям разошлось фото с указанной ценой на АИ-95 по 45 рублей за литр Однако в Амурнефтепродукте ситуацию прокомментировали, объяснив, что это, цитата, предложение для коммерческих организаций, чтобы они смогли рассчитать свои расходы на тот случай, если цены вырастут Это не прогноз и физических лиц этот документ не касается По данным Амурстата, за год бензин в Амурской области подорожал примерно на 2 рубля Дис топлива прибавила в цене 1,5 рубля Новости России В Крыму дали свет Украинская сторона возобновила поставку электричества Правда, только по одной линии из четырех Остальную электроэнергию жители получают за счет энергомоста из Кубани и мощностей самого Крыма С введением второй нитки энергомоста необходимость в поставках электроэнергии из Украины отпадет сама собой Сейчас энергоснабжение на полуострове восстановили в полном объеме и отключенных бытовых потребителей там нет Аналитики Сбербанка предрекают и дальнейшее падение рубля, вплоть до 70-75 рублей за доллар По данным экспертов, курс рубля сейчас несколько переоценен Впрочем, рубль уже приблизился к отметке 70 рублей Из-за падения цены на нефть курс доллара подскочил за последние дни более чем на рубль Сейчас американская валюта стоит 69 рублей 30 копеек В Кремле не заметили резкого снижения доходов россиян из-за кризиса Там уверены, что государство выделяет много времени экономике и антикризисной деятельности Несмотря на это, только в октябре среднемесячная зарплата в стране сократилась почти на 11% Такими же темпами заработная плата сокращалась в сентябре и марте В Минэкономразвитии говорят, что реальные доходы россиян продолжают демонстрировать отрицательную динамику А это отрицательно влияет на розничную торговлю и ряд отраслей промышленности Сытно, но скучно Так, по мнению иностранных экспертов, россияне проведут Новый год Бюджет среднестатистического жителя страны в этом году на 7% ниже, чем в прошлом Половина из этих средств уйдет на еду Чуть меньше на подарки, порядка 100 евро Остальное, а это всего около 20 евро, придется на развлечения Это на 34% меньше, чем в прошлом году Именно на развлечениях россияне привыкли экономить больше всего Только за 5 лет эта сумма сократилась в 4 раза Власти занялись подготовкой граждан к повышению пенсионного возраста Уже создана рабочая версия реформы, которая должна стартовать с 2016 года Она предполагает плановое повышение пенсионного возраста сначала у женщин, потом у мужчин Предположительно, этот процесс завершится в 2030 году единым пенсионным возрастом в 63 года А для того, чтобы подготовить к этому граждан, власти намерены создать специальный экспертный совет Который будет продвигать реформу и формировать к ней положительное отношение Безветренная погода вновь заставила столицу Китая погрузиться в смог Городские власти вечером в понедельник объявили наивысший красный уровень опасности Из-за загрязнения атмосферы Такое в истории Пекина впервые Согласно прогнозам, смог продержиться 3 дня На это время в городе сокращено либо приостановлено промышленное производство Ограничено движение личного транспорта, закрыты школы Другие учебные учреждения также пустуют Меня предупредили, что школьники могут или прийти, или остаться дома, по желанию Это они решат со своими родителями Сейчас в здании учащихся нет, только несколько преподавателей Концентрация вредных веществ в воздухе превысила 280 микрограммов на кубический метр Это более чем в 10 раз превышает безопасную для здоровья человека норму Я думаю, это опасно, загрязнение достаточно сильное В конце ноября в Пекине также была подобная ситуация В некоторых районах города уровень содержания мелкодисперсной пыли в воздухе поднимался до 500 микрограммов Однако тогда власти объявили предпоследний оранжевый уровень опасности По мнению специалистов, загрязнение воздуха в Китае вызвано большим количеством угольных электростанций выхлопными газами и вредными производственными выбросами Участники климатического саммита в Париже поднимают перед Китаем вопрос об отказе от ископаемого топлива в области энергетики и сокращении вредного производства В колумбийскую деревню Бохайя приехал один из лидеров повстанческой группировки ФАРК Феликс Антонио Муньос Ласкара, известный как Пастор Алапе Решил публично извиниться за гибель местных мирных жителей в 2002 году Трагедия произошла во время боев повстанцев ФАРК с военизированным формированием Объединенной силы самообороны Колумбии Жители деревни оказались под перекрестным огнем Они укрылись в церкви, но в нее попала бомба Взрывом убило 119 человек, более 100 получили ранения Лидер ФАРК заявил, что у группировки не было намерения убивать мирных граждан По его словам, повстанцы глубоко сожалеют о случившемся Мы знаем, что словами не исправить непоправимое Не вернуть погибших, не избавить от страданий, которые коснулись каждого из вас Я лишь надеюсь, что когда-нибудь мы будем прощены За гибель жителей Бохаия повстанцы извинились еще в сентябре в Гаване на мирных переговорах с колумбийским правительством Приезд в деревню для них не был обязательным Боевики ФАРК заявляют, что сделали это по велению сердца Вооруженное противостояние между повстанцами и правительством началось в Колумбии в 1964 году ФАРК требовала социального равенства и земельной реформы За полвека военных действий погибло более 220 тысяч человек В сентябре президент Колумбии и лидер группировки встретились в Гаване Они договорились заключить мирное соглашение и подписать его 23 марта 2016 года После этого в течение 60 дней все повстанцы должны будут сложить оружие Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok